Привет всем! Сегодня мы используем такой коннектор, который называется Индим. Некоторые используют этот коннектор очень правильно, и поэтому они используются очень правильно. Это я самостоятельно. Говоря по-русски и простым языком, хотелось бы сказать, что сегодня мы затронем такую тему, как Индим. Этот соединительный союз переводится как «тем что». Либо же в словаре вы можете найти как «вводит депричастный оборот». Что же это все значит? Индим всегда образует сложно подчиненное предложение. То есть то предложение, где будет находиться этот соединительный союз Индим, будет называться сложно подчиненным. То есть оно будет подчиняться первому предложению, которое будет для нас являться основным. Что все это значит? Хотите вы сказать «я кушаю, жуя», либо же «я дышу», нет, «я живу, дыша». Вот вторая часть «жуя», «дыша», «говоря», все это будет вводиться таким соединительным союзом, как Индим. Однако же он не всегда подходит. Вторая часть, которая сложно подчиненная, должна обязательно помогать исполнять первую часть предложения. Например, «я живу, дыша». Если я не буду дышать, то я не смогу жить. Соответственно, второе предложение помогает нам первому. В этом случае мы можем с вами сказать «Ich lebe, in dem ich atme» oder «einatme und ausatme». Здесь это абсолютно хорошо. Однако же мы не можем этот союз употребить тогда, когда вторая часть не будет помогать первой. То есть «я иду, смотря по сторонам». Вот здесь это абсолютно не подходит. Тем, что вы смотрите по сторонам, вы не сможете помочь себе идти. То есть это не будет помогать вашему процессу ходьбы. Поэтому здесь «indem» абсолютно неуместен. Давайте попробуем еще раз. Можно ли употребить в этом случае такой соединительный союз, как Индим? «Я достаю телефон, открывая сумку». Здесь подходит. То есть, открыв сумку, вы сможете достать телефон. Второе действие будет вам помогать исполнять первое действие. «Лист падает, кружась». И тоже можно. Потому что тем, что он кружится, он падает, не будет кружиться и не будет падать. Хотя это спорно. Внизу, под этим видео, вы сможете найти пару предложений для перевода. Попробуйте себя потренировать. Чеюс! Мы пойдем дальше.